День немецкого единства У нас сегодня немецкий лектор Штефан Горштецкий Мы переводили текст Штефана Горштецкого уже несколько лет назад Когда проводили исследования, посвященные европейзации И текст Штефана Горштецкого в этой книжке также посвящен теме Которой будет посвящена сегодня лекция Это европейзации снизу Если кто-то из вас месяц назад был в нашем формате На лекции Тима Байхельта То Тим Байхельт говорил как раз о европейзации сверху О политике ЕС, которая направлена на интеграцию стран И которые в ЕС входят И которые еще надеются подключиться к европейскому пространству Было много споров с ним на этот счет Да, поскольку перспективы европейзации сверху всегда вызывают много вопросов И как я месяц назад и обещала Сегодня у нас будет альтернативный взгляд Да, европейзация снизу Давайте мы по телефону не будем говорить Что такое? Европейзация снизу это те процессы, которые происходят в обществе В гражданском обществе, в широком общественном контексте И которые играют очень важную роль для того, чтобы затем европейзация сверху происходила успешно Но об этом более подробно Штефан расскажет Хотела бы еще сказать, что Штефан вообще приехал к нам из Хемница Из технического университета Где он является профессором кафедры страноведения и изучения культуры Штефан является и политологом, и историком Входит в... является членом целого ряда значительных академических Немецко-немецко-польских организаций И вот среди пяти коллективных монографий, которые вышли под его руководством В 2008 году вышла монография, где была и Беларусь Она называлась «Груз истории, коллективной идентичности истории Восточной Европе, Беларусь, Польша, Литва и Украина» То есть про Беларусь Штефан все-таки знает как-то Не только по наслышке, так как он руководил исследованием Где были исследователи из Беларуси, да, и с белорусскими данными он работал Так что, говоря о европеизации снизу, Штефан будет касаться и белорусского контекста Ну и я очень рада, что вы пришли, да Хочу еще сказать, что у нас тут есть анкетки Мы всегда очень рады, когда вы их заполняете Поскольку узнаем из них, что вам интересно И как-то в будущем ориентируемся на те темы, которые вы предлагаете нам в этих анкетках Ну вот, к анкеткам прилагаются ручки, которые можно взять себе в подарок Вот, я передаю слово Штефану И после лекции у нас будет дискуссия Я надеюсь, что вы будете активны, будете задавать вопросы У нас будет интересная дискуссия Окей, thank you for the invitation, thank you for your warm words I will speak in English and to the translator I will keep my lecture as simple as possible I will try not to speak too fast for you And, of course, I will try to design a different picture than Tim Baichel did a couple of weeks ago I know him, I appreciate him, but, of course, I have a different picture Господин профессор благодарит за теплые слова сказанные И он постарается представить вам много другой подход Отличие от того, что предоставил Tim Baichel Он с ним знаком, он его глубоко уважает, однако видение господина профессора немного отличается И он надеется, что вам будет интересно узнать этот альтернативный подход И, конечно же, это интересно для меня, сегодня, особенно, чтобы задать вопрос о том, что мы можем обсуждать какие-то европеизации из-за внизу И я буду пробовать, сначала, в более теоретическом смысле, чтобы представить это немного И, в менее, я буду пробовать, сначала, когда мы смотрим на эмпирический документ И, в принципе, мне очень интересно, можете ли вы также определить, происходит ли процесс европеизации снизу Он постарается теоретически обосновать это представление, но и потом задать такой вопрос Видите ли вы это вокруг себя? И, конечно, я буду представить несколько данных из Сентяи и Северной Европы, из Повынии, Словакии, из других странах И так же господин профессор, конечно же, будет приводить некоторые данные по Словакии, по Польше, однако он не будет вдаваться очень глубоко в детали, потому что ему интересна также ваша точка зрения на именно процессы европеизации снизу. И это будет достаточно, если вы просто скажете, что Степан будет представлен, а не господин профессор. И если мы, то есть, многие студенты из Германии, которые я привела с мной, и они учатся европейские стадии, также в моей университете, и некоторые учатся в русском, и многие учатся в русском, и многие учатся в русском, и я надеюсь, они тоже будут учатся в русском. Кроме того, в зале присутствуют студенты Стефана, и некоторые из них достаточно бегло говорят по-русски, для некоторых русский родной, и он также надеется, что они также примут участие в дискуссии, которая будет в прошлой версии. И если мы говорим о процессе европейской интеграции, то я должен подразумевать, что мы можем обсуждать грамматические изменения в последние 20 лет. Следует заметить, что за последние 20 лет этот процесс претерпел глубокие изменения. И если, например, мы смотрим на 80-е, и до конца 80-е, мы были 12 member states of the European Union, это был нарушительный, глубокий процесс интеграции в более высоких властях. И, допустим, если мы возьмем 80-е годы, 12 членов Европы, которые занимались какой-либо европейской интеграцией, интеграция шла вглубь. А сейчас у нас 28 стран, и у всех их различный экономический уровень, различные культурные традиции, различная история. Таким образом, процесс интеграции европейской сейчас абсолютно другой. И на одной стороне, например, у нас есть common core currency, the euro. Не для всех member states of the European Union, но для многих уже сейчас. У нас есть начальник общей политики, у нас есть Lisbon Treaty, у нас есть common market. Это все sign for ongoing integration. Также, естественно, что есть общие черты, общие элементы, которые связывают европейские страны. Это евро, хотя оно не у всех стран, входящих в Европейский Союз. Это общая внешняя политика, это определенное количество соглашений, в том числе и Солбонская, которые связывают страны Европейского Союза. Однако, кроме всего этого, есть еще и другие нюансы процесса интеграции европейских стран. On the other hand, I mentioned these different member states of the European Union. So, as a hypothesis, at the beginning, I would say the so-called finalité d'Europe, that means the final end of the European integration process is quite open. We don't know where we will end in 10 years or in 20 years. Также, с другой стороны, Стефан хочет заметить, что вопрос о том, какой должен быть финальной целью европейской интеграции, данный вопрос весьма открыт. Никто не знает, каким образом будет развиваться процесс европейской интеграции и какой будет ее результат через, скажем, 20 или 30 лет. We have totally different understanding of what does it mean, европейская интеграция. We have scholars, we have people who are saying that it's a kind of European federation, that means an ongoing deepening integration. We have scholars and politicians who say this is a pure intergovernmental organization, that means only relations between governments. There are various approaches, including between the scientists, to what to consider the European integration. Some of them think that the European integration is very close to the European federalism, that means that the integration must grow, and the citizens must become closer and closer. There are also other scientists who think that the European integration represents the relationship between the governments and the government, and only on this level is the European integration. And the political scientists normally say, this is a multi-level system of governance, that means we have the European level, we have this level of nation-state, and of course we have the reasons in the European Union. And if we have a look at the opinions of different scholars, we have also a huge array of opinions about the European integration process. There are, for example, scholars who describe the European integration process as something similar to the nation-building process in the 19th century, in a lot of European states, or in the 21st century in Belarus, for example. Some of them think that we have a common flag, that means we have a common flag, we have a common anthem, and something. These national symbols, and we can observe something similar on the European level. . Some of them think that what is happening in the European integration process in the European integration process was used in the European integration process, and what is happening in the European society, in the 19th century, and what is happening in Belarus, in the 21st century in Belarus. To be sure that there are national flag, national hymn or national Ahmurton. And of course, on the European level we have a common flag, we have a European anthem, Beethoven, you have probably heard, but we have no constitution. У Европы есть общий флаг, есть общий ГИН, вы разумеете его слышали, у нас в Европе только не хватает общей конституции, как вы знаете, жители стран-членов ЕС сказали нет, это слишком. Есть и другие точки зрения на данный вопрос. К примеру, бывший чешский президент Пловацлав Клаус отмечал, что европейская интеграция в большей степени процесс объединения ЕС. Экономики и также юридической сферы, то бишь законодательств, законов, но на более глубоком уровне он не предлагал рассматривать данный процесс. Некоторые ученые также отмечают, что европейская интеграция строится на общеевропейских ценностях. В дальнейшем нашим лекциям мы остановимся на вопросе общеевропейских ценностей. Есть такой немецкий ученый, Сильвио Вьетта, несмотря на его итальянскую фамилию, он немецкий ученый, точно так же как Стефан с фамилией Горштевский, также немецкий ученый. Который утверждает, что европейская интеграция построена на общих европейских ценностях. И вот те общие европейские ценности, про которые говорит Сильвио Вьетта, включают демократию, потом публичное пространство для обсуждения, которые есть в обществе, так же индивидуальность, верховенство права, так же дискурс, возможность свободного дискурса и обсуждения существующих в обществе проблем. Другие ученые, например, Ульрих Бекк, который очень известный социологист из Германии, и его коллега Эдгар Бранде, описывают европейские ценностей, как европейские ценностей. Это означает, что мы имеем в виду много хетерогенитет, разные культуры, разные языки и так далее. И они говорят, что финалитет европейский, последний конец европейской европейской ценностей, абсолютно открыт. И другие ученые, такие как, например, Ульрих Бекк или Эдгар Бранде, заявляют, что в основе Европы лежит космополитизм, то есть принятие большого количества разнообразных культур, ценностей, культурных парадигм, способов организации жизни и так далее. Именно вот это составляет основу Европы. И для них это космополитический европейский. И для них это все составляет космополитизм Европы. Ричард Мюнш, another German scholar, describes how the European society and European identity slowly will substitute the national discourses, the national identities, and the discourses between these national societies are more and more interwoven and thus becoming more and more European. Еще один ученый, Ричард Мюнш, рассматривает, как постепенно национальные идентичности заменяются общеевропейской идентичностью. И там, где различные национальные дискурсы, национальные идентичности взаимодействуют между собой и расплавляются друг в друге и формируется. Общеевропейские дискурсы, общеевропейская идентичность. И касательно термина его, европейзация, которая в заглавии нашей сегодняшней лекции, как объяснял Тим Байкель, европейзация идет сверху от общей европейской политики, от ее способов ее реализации государствами, правительствами государств. И это означает, что политика государства строится в соответствии и в рамках с политикой Европейского Союза по этому вопросу. То есть, это вертикальное измерение сверху, вниз европейзации. И для меня интересно, если вы можете также посмотреть процессы европейзации и влияния снизу, это означает, что национальные политики стран-членов ЕС воздействуют и формируют общую политику Европейского Союза. И, так же, Стефан уверен, что вы выполнили процессы горизонтальной европейзации. Например, здесь присутствуют студенты из Германии, они общаются с нашими студентами. Кроме того, существуют многочисленные социальные сети, тот же Фейсбук. Возможно, они не говорят про политику Европейского Союза, но, однако, они вполне могут обмениваться какими-то общими ценностями. И это именно горизонтальная европейзация. И, конечно, если я см см duelно-кортирую европейз professional societies с европейзацико-форми Larsson в uhl 80-е годы, когда я был фаз쪽, был возле нового. То есть, эти общества были часть diversы. И SHimb demo'an был resident, и так дальше. И даже Беларусь, это, скажем, страшное политическое системо, если можно говорить о Trempoży mitjan zami в Sovjetunion кое-кроются. Если мы не согласим, сегодняшний период с тем, что было в 1980-е годы, когда Стефан был сам студентом, Можно сказать, что общество тогда и в Германии, и у нас в Беларуси было гораздо более изолированным. Был железный занавес и общество весьма мало знали друг о друге. Даже для Беларуси, несмотря на ее странную политическую систему сегодня, Беларусь сейчас гораздо более открыта, чем она была при Советском Союзе. И если мы вернемся к тому, о чем Стефан говорил в начале лекции, о том, что процесс европеизации идет сверху, то внедрение всех общих европейских ценностей, например, как демократия, верховенство, право, задается вопрос, насколько удачно происходит данное внедрение таких ценностей. Конечно же, все члены Европейского Союза являются демократиями. Это одно из основных требований для стран, чтобы стать членами Европейского Союза. Но мы имеем демократия в Польше, в Чехии, в Словакии, и так далее, desde начале 90-х. И в Германии, в центре города, уже уже после конца Второй войны. Поэтому мы имеем разные традиции, разные опыты, много демократические традиции, даже в центре Германии, не говорим о Европе или Франции. К примеру, в Чехии, Словакии или Польше традиции демократии начали развиваться после падения Советского Союза в начале 90-х годов. Однако, если мы сравним с Германией, например, с Западной или с Восточной Германией, когда традиции демократии стали развиваться после Второй мировой войны, мы можем сказать, что традиции демократии имеют различный уровень жизни в одних странах и в других странах, не говоря уже о том, что есть Франция, есть Соединённое Королевство в Великобритании и Северной Ирландии, которые насчитывают гораздо более длинную историю демократических традиций и демократического уклада. Если мы смотрим на эмпирическую сторону европейской страны в разных странах, и мы будем фокусироваться на центре и вещественной Европе, потому что это регион, которую я наблюдал уже более 20 лет. И одна важная проблема для имплементации европейской политики, это, например, децентрализация. Еще одним важным принципом имплементации европейской политики является децентрализация. Вы все знаете, что в социалистических странах все было очень централизовано, то есть все решалось в столице, в Москве на заседаниях политбюро. И еще до расширения европейский союз способствовало тому, чтобы правительства, национальные правительства стран-членов Европейского союза отдавали какую-то часть собственных компетенций регионам. И это мы можем наблюдать такие процессы в Соединенном Королевстве, во Франции. Конечно же это не касается Германии, которая сама по себе является федерацией. Однако, к примеру, Франция была достаточно централизованным государством, где основная власть сводилась в Париже, в центр страны. And the post-socialistic countries like Poland, Czech Republic, Hungary and so on started this process of decentralization first for internal reasons. There were discussions within the countries to start decentralization to be closer to the citizens. And, конечно же, такие страны, как Польша, Чехия, Венгрия, после развала Советского Союза начали процесс децентрализации вполне для решения своих внутренних проблем, то есть чтобы стать ближе к своим гражданам. And the European Union demanded also decentralization to implement the so-called cohesion policy. And this policy of cohesion is very technical and it's very important because it inherits a lot of money. Just to give you a figure, in the period between 2007 and 2013, the European Union spends 365 billion euros only for this policy. And, for example, Poland gets 65 billion euros in these six years. Nevertheless, these states developed their own decentralization policies. And that means, for example, the regions in Poland and the regions in Hungary are much weaker than the federal states in Germany. So they took the money, but still we have rather weak regions in Poland and not speaking about Hungary and Romania and so on. And we have today more than 250 regions in the European Union. So in this case, we can say implementation of Europeanization from above is rather not successful. The second example, I mentioned democracy as one of the fundamental values of the European Union and all these states are democratic, of course. But nevertheless, of course, we have a lot of populism and even nationalism in various European, East and Central European states. We have, for example, a party Jobbik, I don't know if you have heard of it, in Hungary. And in Poland this is rather democratic party but with a very national or even nationalistic language law and justice. Or the Slovakian national party in Slovakia. And, of course, I could mention a lot of other national or very populistic parties. We could also speak about Viktor Orbán in Hungary. And I would say there is a different understanding how to implement politics. For example, I know some of the spin doctors in Poland and for them political discourse means to destroy and annihilate the political enemy. And, in general, we can say we have a support for democracy. But, of course, if we look at the political enemy, we can say we have a support for democracy. How people are satisfied, how democracy works in East and Central Europe, they are not satisfied. If you look at the political elites in almost all countries of the region, that means East Central Europe, we have rather weak political elites. And this is sometimes by political scientists described as a so-called ABBA-syndrom. It's a Swedish pop band from the 70s. I will explain it. And some of the people who write the political elites in the 80s. ABBA. And ABBA, they had a song, the winner takes it all. And if a political party wins the election, they take it all. All positions in the state, the boss of the television station, of the radio station, of the dailies, of the head in the regions and so on. It's, of course, a much, much dirtier description in Polish, but I won't mention it. It means we have a rather weak political elite. There's almost no acceptance for the politicians in the countries. But, of course, if we like politicians or not, we need them. We have rather weak political parties. The membership in political parties in Poland, in Slovakia, in Hungary is much lower, for example, than in France or in Germany. For example, we have in Germany a system of a federal organization for political education. In Germany it's a Bundescentrale für politische Bildung. For example, in Germany there is an organization that is a political education of a party. And this was established by the Americans after the Second World War. And, of course, we have in Germany various traditions, trade unions, political parties, the churches and so on, which are doing some kind of civic education. And we have nothing of that in East Central Europe. And, of course, the reasons are obvious. This is due to the transformation process, this is due to a different political tradition, this is due to a socialist period. So, we have rather a shaky image of the political situation in these countries. They are still democratic, of course, but they are more unstabilized democracy, I would say. They are more in crisis situations. If we speak about empirical data, looking at the cultural and historic dimension, we have a different picture. If we look at the data of historical development of these countries, there will be a different picture. Sylvia, we have mentioned democracy in some element of a common history of EU. And a popular question is, do we have a kind of European memory? Of course, we all knew our textbooks from school times. Maybe we don't like them, but we remember something. And what happened in East Central Europe after 1889 was a complete re-evaluation, a new interpretation, or new history. And very often this process was described by Western scholars as nationalistic. And very often this process was described by Western scholars as nationalistic. And of course, we could discuss about common events which shared all Europeans. And the question is, do we have common events which are perceived in similar ways by all Europeans? And I would say there is no such common events. If you take, for example, the Second World War. The Second World War started in Germany the first of September. In Poland, of course, also. In the Soviet Union two years later. One common element of European memory could be the overcoming of totalitarian systems. And then, of course, the Second World War in general would be important. Things like the Warsaw Uprising in 1944 or the Hungarian Uprising in 1956, Czechoslovakian Spring in 1968 and the revolutions of 1989 would be important. But if you ask people in France or in Germany or in the United Kingdom about these events, they know nothing. We have one event which is maybe a potential common event and cornerstone of European memory. This is the remembrance of the Holocaust. And, of course, there was a conference in the year 2000 in Stockholm, Sweden, an international conference, and they agreed that this should be the most important event, quotation, less or more, and all Europeans should remember the Holocaust. And, of course, to say it clearly, this is very important, the Holocaust and the remembrance of the Holocaust. Конечно же, это очень важно, и само это событие весьма значимо, а также память об этом событии весьма важна. Especially in Central and Eastern Europe, for example, here in Belarus, where a lot of Jews lived. Например, и в странах Центральной и Восточной Европы, и у нас в Беларуси, где живет очень много евреев. Если, например, если взять такой населенный пункт как Барановичи, то до войны около 70% данного населенного пункта составляли евреи. Однако, для жителей и граждан этого региона важны также и другие события. Конечно же, это те события, которые связаны с тоталитарным режимом Советского Союза. Но также, какими достаточно преступными характерами тоталитарных режимов не очень хорошо известны на Западе. И, допустим, для большого количества людей и в Венгрии, и в Польше, память о преступлениях Советского Союза гораздо более важна, чем, к примеру, Холокост. Является ли это национализмом? Стефан в этом не уверен. Однако, оба эти события важны и оба должны остаться в европейской памяти. Если мы хотя бы посмотрим одно это событие, которое произошло в середине прошлого столетия, можем сказать, что память таких наций, как французов, немцев, поляков и белорусов весьма различно об одном и том же событии. И в соответствии с высказыванием одного израильского ученого важен не общий факт, а то, как мы относимся к истории, к этому факту. Таким образом, у людей должно быть критическое отношение к своей собственной истории. Если я говорю о том, как поляк, о том, что Белорусский или Литовский, то он говорит о нем с абсолютно другой точки зрения, не так, как говорит об этом Белорус или, к примеру, Литовец. Критическое отношение говорит о том, что необходимо принимать во внимание существование и другой точки зрения на какую-либо проблему. Если мы говорим о социальном измерении Европейского Союза, Стефан приведет некоторые другие факты. Как Стефан говорил ранее, существуют различные подходы к трактовке понятия и европейская интеграция. К примеру, в Германии европейская интеграция началась в 40-е годы. В Польше, Словакии, Венгрии и некоторых других странах Центральной и Восточной Европы эти процессы начались в середине 80-х, 90-х годах. И для многих интеллектуалов и ученых Центральной и Восточной Европы очень важно высказывание Шарля де Голля, который описывал европейскую интеграцию как союз Родина. И существует очень много различных точек зрения на данный вопрос и в Центральной и Восточной Европе. Если мы рассмотрим на данные, которые публикуются в европейской комиссии, считается, что национальность это одна из важнейших ценностей для граждан Европы. Примерно 95% европейцев называют это наиболее важной характеристикой идентичности. И я, как интеллектуал, конечно, могу сказать, что я европейский. И примерно 90% опрошенных сводили свою идентичность к идентичности регионов, в котором они живут либо выросли. И 74% — это данные 2-3 летней давности — говорят, что они европейцы. Если мы спросим людей, в каких институтах они доверяют, то многие из них говорят, что мы доверяем в Европейскую Союзу, мы доверяем в регионах, мы не доверяем в наших национальных политических институтах. И большинство опрошенных европейцев при вопросе, каким государственным институтам вы доверяете, отвечают, что они доверяют институтам Европейского Союза, они доверяют региональной власти, однако они не доверяют национальным правительствам. Если мы спросим о европейских ценностях, то какие европейские ценности более важны для европейской идентичности? Если мы спросим, какие же европейские ценности наиболее важны для европейской идентичности? Примерно 40% европейцев отвечают, что наиболее важной ценностью является демократия. И later on, with 20-something, is geography, that means we are living in Europe. Примерно 20-something процентов говорит, что важно географическое нахождение, то есть в том, что они живут в Европе. The social protection, также социальная защита, common history of Europe, общая история Европы and common culture. But within these values, we have huge differences. Однако, в пределах данных ценностей существует большое количество различий. For example, 77% of all Swedish people say that democracy is the most important value. примерно 77% шведов говорит, что демократия – наиболее важная ценность. And 26% of the Latvians say this. И только 26% of Latvians say this. And 27% of the Poles. So, we have a huge array of opinions once again. So, we have a huge array of opinions once again. And also, if we ask in general about European values. If we ask in general about European values. So, we have countries like the Netherlands or Belgium, which people are saying we have rather global values, no European values. And in the new member states of the European Union, they are rather underlined European values, because they want to belong to this club. So, I would say, we have maybe an idea of European project, and we have a political institutions of European project. We have the Lisbon Treaty. We have the Euro for some of the member states. But do we have a European project? Question mark. Есть отличие в восприятии истории между странами Центральной Восточной Европы и Западной Европы. Сейчас мы говорим о 28 странах Европейского Союза, однако сейчас их около 40 и эти различия будут продолжать расти. Поэтому я бы сказал, что мы должны подборить нашу форму, и мы должны попробовать неевропейские страны, но которые не являются членами Европейского Союза. И, конечно, все бывшие страны Югославии когда-нибудь станут членами Европейского Союза. Потому что сейчас Круатия и Словения являются членами Европейского Союза, и, конечно, Сербия, Бошния, Екатерина и Альберия, и также Альберия. Например, сейчас Хорватия и Словения уже члены Европейского Союза. Скорее всего следующим станет Сербия, а там за ним подтянутся и все остальные страны, члены бывшей Югославии. Но что же мы будем делать с Украиной и Беларусью? Может, вы читали, что Янукович намерен подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. После достаточно долгого времени потраченного на раздумья. И, конечно, мы имеем различные инструменты в Европейском Союзе. И это важно для европейского Союза снизу. В Европейском Союзе есть большое количество различных политических институтов, систем и способов. И очень важным является европейзация СМИЗМ. Кроме того, в Европейском Союзе есть европейская политика соседства, которая также включает в себя Беларусь. Кроме того, есть инициатива Восточного партнерства, которая была инициирована Швецией и Польшей несколько лет назад. И когда они начинали свою инициативу на саммите в Праге, они также пытались пригласить нашего президента Лукашенко. К сожалению, этого не произошло. Но, nevertheless, НГО из Беларуси принимают участие в этой инициативе Восточного партнерства. В этой инициативе достаточно большое внимание уделяется негосударственным организациям, и большое количество негосударственных организаций Беларуси принимает участие в этой инициативе. Я бы склонен сказать, что для европеизации снизу контакты негосударственных организаций весьма важны. Следующим элементом европеизации снизу является трансграничное сотрудничество. И, например, в Европе различные еврорегионы существуют в 50-х годах. И, конечно же, эти еврорегионы не являются институтами Европейского Союза. Однако они проводят политику Европейского Союза. И, конечно же, еврорегион между Нидерландами и Германией достаточно значительно отличается от еврорегиона между Германией и Польшей. Потому что уровень интеграции между Нидерландами и Германией гораздо глубже, гораздо значительнее, чем уровень интеграции между Германией и Польшей. Существуют граждане Германии, работающие в Нидерландах и наоборот. И, конечно же, противоречия между Германией и Польшей гораздо более значительные, и это является препятствием на пути к более глубокой интеграции. Также существует пять еврорегионов в Беларуси. Они достаточно большие, в интернете можно найти, чем они занимаются. Например, еврорегион Ньоман или Буг. Их работа началась несколько лет назад, хотя некоторые из них были инициированы уже в 90-х годах. Конечно же, граница между Беларусью и Польшей, или Беларусью и Литвой, это граница между Европейским Союзом и странами, не являющимися членами Европейского Союза. И именно этот факт доставляет значительные сложности для людей, делает гораздо сложным их сотрудничество, общую работу, общий проект. С точки зрения Стефана, важным является именно такое сотрудничество граждан, ограниченное сотрудничество, возможно, какие-то обменные программы, общий проект. И, конечно же, какой-то тип европейского образования. И европейское образование должно способствовать развитию демократии. А также критическому мышлению, критическому подходу к собственной истории. Потому что, если мы смотрим на Польшу, Литву и некоторые другие страны, очень часто ученики, и, конечно же, политики, пытаются реализовывать историю и показать более легкую наррацию. Мы – большие Полицы, мы – большие Словаки, мы – большие Белорусские и так далее. Национальные политики, ученые стараются немножко сгладить и создать новую историю своего государства, говоря о том, что мы – великие поляки, белорусы, литовцы. То есть происходит трансформация истории в зависимости от существующей политической конъюнктуры. И, конечно же, не все из них сказали, что мы не были конфликтами в прошлом с нашими близкими. Это были Германии. Например, польские ученые говорили в 90-х, что у нас, например, с европейцами в прошлом не было конфликтов. Но ведь была Германия. Но если вы спросите Германии, Чехе, Словаке, Литване, Белорусские и Русские, все они говорят, что вы сделали что-то для нас. Есть же все остальные, например, немцы, белорусы, украинцы, россияне, которые могут сказать, но вы же что-то делали по отношению к нам, вы же сами воевали. И критические отношения к собственной истории должно помочь решить эту проблему. То есть выслушать то, что говорят наши соседи о нас. Например, я приводил Стефана с великим княжеством Литовским. И, может быть, последняя ремарка в этой лекции. Очень большое количество государств имплементировали так называемую политику истории. И что это означает? Например, после 1991 года учебники истории во многих странах подвергались определенным трансформациям. И они изменялись названия улиц, площадей. Но я бы сказал, что государства должны обеспечить просто space для обсуждения общества о истории. Однако, с точки зрения Стефана, государство должно предоставить публичное пространство для размышлений и обсуждений различных вопросов истории. И государство, правительство не должно предоставлять новую, гладкую, причесанную историю развития нации или государства. Это задача историков и обычных людей. Спасибо за внимание. Я думаю, что атмосфера будет более открытая, если будете представляться. Пожалуйста. Меня зовут Артем Шрейм. Я представлю новости Агентства Белопан. В зависимости от политической ситуации в Беларуси, которую я думаю, что вы знаете. Какие трех задачи вы решили предоставить для Беларусской общественной общественной группы, чтобы обеспечить эту европейскую деятельность? Вопрос заключался в следующем. С точки зрения Стефана, какие являются три основные задачи, стоящие перед беларусским гражданским обществом для способствования развитию демократии? Европеизация. Конечно, это не то, что задачи автореятельности для защищения политического режима. Это очень сложно. Я думаю, что задачи автореятельности автореятельности для защиты настоящее права. И это пообедается вероятно, что это может быть сделано с контактами с НГО, в этом случае в странах, в Польше, и в других странах. Это очень сложно сказать, как изменить политическую систему, это не его задача. Но, как ученый, я скажу, что это случайность. Образование. И, конечно, использовать возможности, чтобы путешествовать в других странах. И, конечно, лучше, чтобы вернуться. Так же, например, возможность граждан Беларуси посещать другие страны, но, конечно же, возвращаясь сюда. Мария Аспирант, Беларусь. У меня вопрос касающийся еврорегионов. Вы сказали, что еврорегионы не являются институтами европейскими или европейзации. Можно ли это сказать? Потому что европейскими, они нет институтовшей части Европейского Унии. Они есть, besides Европейского Унии. Maybe to explain a little bit more, the members of these EU regions are small villages, sometimes also universities, all the private enterprises could be members of EU region. And of course, they are paying fees to finance this EU region, for example, the EU regions of Belarus are not part of the European Union. But of course, the European Union uses these EU regions to implement the European Cohesion Policy. That means the view is that the officers, the administration offices of these EU regions are designing projects and filing these projects in Brussels to get money from EU. And of course, these EU regions are part of this general European movement of integration. Because the European integration process is not only the European Union, it's broader. Because it started already before the Second World War, we can find elements of European integration discussions already in the 19th century. And when intellectuals and ordinary citizens protested against borders after the Second World War, this was more than 10 years before the European Union was established. the European Union? Because the European Union was already about the European Union. The first thoughts of research and philosophers can be referred to as the 19th century. And even after the Second World War, that is about 10 years later than the first institutionalized European Union, возникал вопрос о том, что нет необходимости в границах Европы. Еврорегионы весьма важны для европейской политики и интеграции, потому что дают прекрасный пример того, как люди сотрудничают на местах. Я даю вам пример из польско-немецкого сотрудничества. На польской стране есть город Счетин, в котором меньше чем 400 людей. На немецкой стране живут еще меньше людей, несколько коров, немного живности и пара людей. И обычно у нас есть достаточно асимметричное отношение между польской страной и немецкой страной, потому что немецкая страна гораздо более богата. Обычно немцы думают, что мы гораздо лучше образованы, мы лучше европейцы. Но в этом случае в Счетине очень дорогие квартиры. Они покупают целые дома на немецкой стороне. Они более образованы, чем немцы. Они гораздо лучше образованы, чем немцы. И у них есть коллеги, которые участвуют в анти-нацистских организациях. И кроме того, они принимают участие, являются членами анти-нацистской организации. И поэтому они заставляют немцев бороться с нацизмом. И естественно, что мэр немецкой страны приветствует новых жителей, потому что новые жители обычно приезжают семьями с детьми, они лучше образованы, они могут быть учителями и так далее. Потому что лучшие немцы и лучшие люди Германии уже в Западной Германии. Это весьма интересный пример сотрудничества и кооперации. Понимание себя как граждан национальных государств и общеевропейской идентичности. Всегда ли это так негативно? Мы в Беларуси переживаем этот период нациостроительства. Для нас это важный вопрос. По-разному определяем, что такое нация. Обязательно это должно быть противоречие и напряжение с интеграцией в Европу и с формированием европейской идентичности. Можно было говорить с именем? Я тоже могу говорить с именем? Я могу говорить с именем? Информация национальных идентичных, или деятельность национальных идентичных, где является поведение с именем? в Европе, потому что, в Европе, в Европе, мы сейчас испытываем эту национальную деятельность, и это требование к Европе. Это не обязательно противоположение к этой деятельности? Конечно, это не должно быть противоположение. Если мы говорим о европейском мульти-левелом системе управления, мы можем также иметь мульти-левелом системе идентистики. Конечно, это не должно быть противоречий между общеевропейской идентичностью и национальной идентичностью. Мы говорили о том, что есть управление общеевропейское на многих уровнях. Точно так же возможно создание многоуровневой идентичности. Конечно, я могу сказать, что я европейский, живу в Германии, может быть, я тоже германский человек, и я очень близко связан с моей регионой. Я из Кologne, прекрасная город. Он испытывает весьма теплые чувства своему родному городу Кёльн. Но мы должны рассматривать все эти традиции, которые существуют на данный момент в европейских странах. Например, в Восточной Германии, когда я был студентом, и границы не определяли нацию. Было много левых студентов, которые преддерживались левых взглядов, которые считали, что немецкая нация умерла после 1945 года. Конечно, сегодня это разное, после университета. Это более нормальный подход к национальной идентичности, я бы сказал. Однако сейчас это все достаточно отличается на сегодняшний момент, и поэтому сложно делать какие-либо выводы. Если вы посмотрите, например, в Польше, в Польше национальная идентичность была очень важна для борьбы с коммунизмом. И после 1989 года эта национальная идентичность медленно теряет свои позиции. Но в Польше на сегодня существует большое количество политиков, преимущественно имеющих отношение к консервативным партиям, которые считают, что таким образом поляки теряют свой национальный характер, национальную идентичность, и поэтому эти политики боятся того, что европейская идентичность поглотит Польску. И очень часто это вопрос образования. Стефан помнит, как в 2004 году на референдуме по поводу того, стоит ли Польша вступать в Европейский Союз. Стефан помнит слоганы существовавшие в то время, что присоединение означало доминирование немцев. Это были лозунги правых партий. Экстремельно правых партий. И, например, они имели европейский флаг, и вместо этих «стар», они имели «хвастика», я не знаю, как это название. И были популярны флаги, звезды Европейского Союза, а по центру «хвастика». И это был название «марш towards German domination». И сам процесс движения Польши навстречу Европе это назывался маршем навстречу немецкому доминированию. Немецкая власть. Но, конечно, были разные организации в том же кампании референдума в favor of European integration. Однако существовали и другие организации, которые, наоборот, поддерживали присоединение Польши к Европейскому Союзу. Например, многоещественные женские организации, которые выходили с лозунгами, что им необходимо присоединение к Европе для того, чтобы бороться с мужским шовинизмом в Поляках. Таким образом, вступление и присоединение к европейской интеграции, с одной стороны, может быть и создать некоторые противоречия в обществе, а с другой стороны, она может и способствовать решению каких-то либо частных, государственных, социальных, политических вопросов. И, конечно, в Лиссабонском соглашении подчеркнуто, что в Европе есть культурное многообразие. Таким образом, я думаю, что это может функционировать очень хорошо вместе. Европейская идентичность, Национальная идентичность, региональная идентичность. Но только под одним условием. Что у вас есть критическое отношение к собственной истории. Светов, а потом да. Светов, а потом да. Я хотела... 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 Тем не менее... Я хотела... Их. Соответственно, наиболее. Укратительно. common ground in European history and European memory so that a kind of your position is developing through this so and you also mentioned that the state somehow should help creating this kind of free space where debates are happening so my question is that well actually two questions about this reflexivity the first one is how how can you measure it for example you mentioned earlier in your lecture populistic parties and how they extremely popular and strong in different countries in Poland peace so to my mind populistic popularity of these populistic parties means that there is not so high level of reflexivity in this and so how can reflexivity be measured and how can understand that there is a high level of reflexivity in the country and if it enough if the control of people enough reflexive enough to be European citizens and the second question is if not state what other means to develop reflexivity so what what else can be done I'm thinking now about Belarus it's hardly possible to wait to wait to wait to stay here so what can we do to do it to do it by ourselves my question was about reflexive position and disposition which is so important for the development of European society and the development of the European Union and as it was mentioned in the lecture that reflexive position about the history needs to form a of what we have to do it to do it to come to a consensus about how can we interpret the events that were happening and, of course, we also mentioned that the state has to help in the form of such spaces where this reflexiveness will express itself. My question is how can we measure the level of reflexivity in society to say that it is enough reflexive or not reflexive in relation to our past and other questions. Well, and the second question is if it is not state, then how can we form these spaces or other ways to develop reflexivity? And here, of course, it is more important for us because we will wait for Alexander Grigogorje to create, and to create and create some sort of freedom for reflexivity. Of course, it is very difficult to measure reflexivity. And if we try to analyze public discourse on history, for example, in a given country, we can first try to describe if we have various opinions on a certain historical event. of Lithuania. And, of course, it does not mean that every milieu or every circle in a society must have a well-balanced opinion on history. Конечно же, достаточно сложно сказать, как же измерить уровень рефлективности или критического мышления в обществе. Однако, прежде чем даже измерять этот уровень, следует определиться, существуют ли в принципе в обществе различные взгляды на какую-либо проблему. И, кроме всего прочего, это не говорит о том, определенный уровень рефлекции в обществе не говорит о том, что каждый слой общества, каждая группа в обществе имеет определенное сбалансированное мнение по какому-либо вопросу. Для того, чтобы проиллюстрировать это примером, в Польше сейчас идут весьма горячие дискуссии по поводу Второй мировой войны. Существует музей памяти восстания в Варшаве. Это очень современный музей, весьма новый и он весьма односторонний. В музее достаточно пафоса и Стефан знает много ученых, поляков, которые считают, что подрастающие поколения поляков нужно воспитывать в духе патриотизма. Есть музей в Гданьске, также посвященный памяти Второй мировой войны. И в концепции этого музея реализована попытка показать Вторую мировую войну с другой стороны. То есть существует два музея, две противоположные точки зрения, то есть для реализации просто нужно публичное пространство для выражения этого мнения свободно. Музей в Варшаве был организован при поддержке Леха Качинского. И музей в Гданьске был организован премьер-министром Польши и политическим противником Качинского. И в Германии музей немецкой истории в Бонне находящийся. В 80-е годы. И, конечно, канцлер Германии заявил, что мы не можем помнить только о Холокосте, мы должны помнить о своей собственной истории. Потому что были организации, которые именно были организованы в памяти жертв Холокоста, это самого события, например, в Освенциме. Но все эти организации, все эти музеи существовали в публичном пространстве. То есть гражданин, житель Германии мог выбирать и сравнивать. И поэтому следует понять, как достичь вот этой публичности этого процесса обмена мнениями, представления различных точек зрения для достижения европеизации. Конечно же, если вы хотите организовать новый музей в центре Минска, это будет стоить большое количество денег. И если вы хотите изменить учебники, обычно этим занимается Министерство образования. Но, конечно же, Сирийская общество имеет много возможностей, чтобы подразумевать разные аспекты вспомнить историю. Но у Рязанского общества есть большое количество других способов сохранения памяти. Например, в конце 70-х годов, в Восточной Германии, люди построили исторические мастерские. Это, конечно, было достаточно немногие члены общества таким занимались. И они создавали небольшие камни, памятники для памяти о евреях. Это были так называемые стольперстаны. Это была достаточно маленькая инициатива, именно снизу общества. Поэтому, Стефан говорит, не рассчитывайте на государство. Есть ряд инициатив, которые вполне можно реализовать снизу простыми людьми. Стефан говорит, что в Берлине есть музей памяти Холокоста. Он достаточно знаменит, но инициатива создания и открытия этого музея принадлежала простому журналисту. И я бы сказал, что после десятилетия, правительство решило, что да, это следует сделать. Такое время, и если вы поедете в Куропат, то вы можете это увидеть. У меня есть вопрос касательно европейской интеграции и идентификации. Можно ли и нужно ли переходить к идентификации себя как европейца, прежде чем не прошла стадия национальной самоидентификации? Сейчас в Беларуси есть определенные все еще проблемы с национальной самоидентификацией. И можно ли переступить через этот шаг? Так, вы говорили о Нидерландах, где люди перешли, скажем, на следующую стадию. Они уже не идентифицируют себя как людей европейского сообщества, а уже мысль более глобальная. Но они определенно прошли стадии сначала национальной, потом европейской, потом уже, может быть, общей мировой идентификацией. Так вот, можно ли переступить через стадию национальной самоидентификации и Нурали? Да, пожалуйста. Так, можно ли переступить национальную идентификацию и переступить от того, чтобы быть человеком, чтобы быть европейским? Например, в Беларуси мы не имеем в виду страны, мы просто должны быть в виду страны, и мы можем быть европейским? Конечно же, будучи гражданином свободного государства, вы вполне можете выбирать. Вы вполне можете пропустить стадию бытия беларусом и считать себя европейцем. Однако здесь следует принимать во внимание то, что считать общественными связями, что формирует общество. Например, знаменитый канадский ученый Чарльз Тейлор говорил о том, что любому гражданскому обществу необходимы связи. И он говорит, что однажды раньше это называли патриотизмом. Конечно же, мы можем найти другое слово, описывающее данное явление. Но Стефан говорит, что не нужно оставлять нацию, саму концепцию нации только для националистов. Мы можем говорить и различать этнические нации и политические нации. И мы говорим, что этническая нация не входит в Европу. Да, конечно, у нас есть этнические нации, но это не очень современное. Это не должно являться дискурсом 21-го столетия. Если вы путешествуете в Францию, Германию или в Европу, вы увидите общество, состоящее из представителей абсолютно различных наций. Социальные связи между людьми и общества не могут основываться только на национальной идентичности, на этнической национальности. Поэтому нам нужно найти и говорить о каких-либо других связях, которые объединяют эти людей. Например, о верховенстве права, либо о верховенстве закона, демократии, либо об эмоциях. Но все эти концепции обычно заставляют гораздо более серьезные и не очень эмоциональные. И если у нас есть в фокусе, то, конечно, люди более эмоциональны и кричат, что Германия подразумевает эмоции. Но, в любом случае, мы должны основывать национальность более политических принципов. Например, в Германии более 50 миллионов людей имеют миграционный background. Но, к сожалению, нужно основывать политическую нацию на более серьезных принципах. Например, в Германии около 50 миллионов людей в прошлом иммиграции. Конечно же, например, возьмем турков, которые учат что-то из средневековой истории Германии. Но это имеет отличное значение, и мы не можем говорить о легком развитии этнической нации национальной немецкой. Это невероятно. Однако, мы не можем в этом случае говорить о становлении старой, древней немецкой нации. Немножко уточню, когда я говорил о национальной самоидентификации, я не говорил о национализме и экстремизме. Скорее, ощущая себя частью чего-то более глобального, наверняка не стоит забывать о каких-то национальных чертах. Скажем, да, можно исповедовать какие-то глобальные ценности, верховенство права, свободу перемещения, но при этом каждый человек может помнить о национальной, скажем, о национальной традиции, национальной культурной традиции. Он может быть частью политического целого, при этом являться носителем чего-то присущего конкретно этому культурному пласту. И если переступить стадию национальной самоидентификации, не станет ли это просто потерей огромного культурного пласта? Если мы скидем национальную идентификации, мы можем потерять огромное количество различных культурных традиций. Если мы скидем на политические принципы, политические принципы, как правительство и правительство. Конечно, я не говорю, что вы должны забрать национальную или национальную традицию. Я просто говорю, что в правительстве национальную и национальную традицию. Конечно, в теории на национализме и национализме много разных концептов. Стефан говорит, что не предлагает пропускать эту традицию, пропускать эту идентичность и пропускать и отказываться от каких-либо культурных традиций. И, конечно, у нас есть две экстремные позиции в этом. Существует две противоположные точки зрения, крайние точки зрения в этом. С одной стороны, ученые говорят, что нация – только конструкция. С другой стороны, ученые считают, что нация – только конструкции. après стороны, ученые говорят, что нация – только конструкция. И на другой стороне, ученые считают, что нам не нужны никакие нации, и мы все являемся гражданами мира. И где-то посередине этих, между этими двумя позициями, и находится правда. И это означает, что просто будьте осторожны с вашими традициями, не ограничивая правила и воспоминания ваших близких. И также, в нашей стране, есть совершенно разные интерпретации вашего будущего прошлого. И это нормально и правильно соблюдать собственные культурные традиции, однако не стоит навязывать их окружающим, и стоит подумать о том, не мешают ли они окружающим странам. И кроме всего прочего, необходимо подумать о том, согласны ли все в пределах нации, все граждане этого государства, все ли они разделяют общий подход к этим культурным традициям. Ну что, какие еще есть вопросы? А у меня еще можно вопрос по восточному партнерству. Ты без секса, пожалуйста. Меня зовут Елена, я гендерный исследователь. По поводу восточного партнерства. Мне было любопытно, что вы выделили в восточном партнерстве то, что именно неправительственные НГО-организации имеют возможность общаться между друг другом. У меня создалось впечатление, что как раз таки политика Брюсселя, и политика Польши, и политика тех государств, которые инициируют и поддерживают восточное партнерство, они очень следят за балансом. То есть обычно в этом проекте участвуют 50% представителей государственных структур самого высокого уровня, и точно так же 50% НГО. И, на мой взгляд, это очень любопытно как сам проект и как инициатива. Но у меня большой вопрос под эффективностью вот этого проекта. Потому что, конечно, когда мы все встречаемся на больших форумах за границей, это, конечно, все очень прекрасно. Но, с другой стороны, мы стоим на очень разных кардинальных позициях. И нас обучают, как можно пользоваться всеми вот этими программами, которые существуют для интеграции в ЕС, скажем, писать гранты. И было, на самом деле, очень смешно, когда вот мы были в одной секции там замминистра культуры, и он сказал, у нас самая демократическая в мире страна, мы только еще не научились писать заявки. А вот когда мы научимся писать заявки, наше Министерство культуры вообще расцветет. И, конечно, мне, с одной стороны, было это очень любопытно услышать, а с другой стороны, ну, большой вопрос... То есть я знаю, что и так у нас Министерство культуры в партнерстве с несколькими там западными организациями реализуют европейские гранты. Это и так происходит. Но у меня большой вопрос, опять же, возвращаясь к Свете, вот к возможности вот этих низовых инициатив, которые благодаря невписываемости в эти большие финансовые проекты, в общем-то, не имеют, ну, никаких средств, в общем-то, к выживанию и к формированию вот того низового пространства, которое все время узурпирует государство. Какие проблемы с Россией? Конечно, это всегда проблема, если демократические стадии, как Мемберство с Европейской Нью-Нью, и, скажем, авторитарийные стадии, как Беларусь или Россия, кооперат, особенно с respectом к НГО. И это не только с Беларусь, но также есть уровень сооружения между европейскими НГО и русскими НГО. И это же проблема. Это проблема не только Беларусь, но и проблема России, и также проблема всех государств с авторитарным строем. и Европейский Союз знает про эту проблему. И, конечно, Европейская Нью-Нью пытается поддерживать НГО, и не государство в России или Беларусь. Но, конечно, они должны платить определенный цен. Поэтому они должны принимать официальные. Но Европейский Союз пытается регулировать баланс участие не государственных организаций, а также представителей власти. Однако, так или иначе, существует определенная цена, которую нужно заплатить. А Европейский Союз не может не приглашать или не принимать официальных представителей. И, конечно же, будет также рассчитываться этой инициативой с стороны Европейской Нью-Нью, и, если это не работает, это будет остановлен. И, конечно же, будет некоторая реорганизация подведения результатов данной инициативы с точки зрения Европейского Союза. И, обычно, если такие инициативы не приносят результатов, то они прекращаются. Например, за несколько лет был инициатива европейские НГО и русские НГО, но русские НГО были выбраны Путином, поэтому это было остановлено. И несколько лет назад была инициатива для белорусских и российских негосударственных организаций, но, к сожалению, представители российских негосударственных организаций назначал Путин, поэтому инициатива была прекращена. Конечно, это тоже проблема если вы получите большие НГО, если вы получите большие НГО, если вы получите чтобы вы получите небольшие НГО, у них нет денег, и для них это гораздо сложнее сообщество сообщество на границах. Конечно, для мелких негосударственных организаций достаточно сложно сотрудничать через границы, чем для более крупных образований. Конечно, не только Европейские но и другие основания пытаются сделать контакты и circumventить официальные министерии и институты. Таким образом инициативы Европейского Союза и многих других организаций стараются сводить все это сотрудничество к личным контактам, таким образом чтобы обойти официальных представителей. Если эти контакты были только основаны на этом форме присутствовала только безумно. Если на этом форме присутствовала только одна страна это безумно. 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 Штефан еще до воскресенья в Минске и на него наверное можно как-то выйти и на студентов, которые приехали, пообщаться. Если вы хотите, я думаю, что можно подойти об этом поговорить. И Штефан со студентами приехал для того, чтобы эти контакты между людьми устанавливать. Я думаю, что для этого есть возможность. Хорошо. Спасибо тогда еще раз, что все пришли.